Построить новое здание необходимо и для Иркутского театра кукол Аистенок. Культурное учреждение в буквальном смысле выросло из сооружения, в котором располагается более 30 лет. Какой участок для будущего объекта выбран в городе, сегодня узнавала Анастасия Смирнова. Работа над декорациями в Иркутском театре кукол Аистенок идет полным ходом. Мастера и актеры ежедневно готовятся к выступлениям. Сейчас в репертуаре учреждения 40 спектаклей. И каждый из них требует детальной проработки. Однако возможность развернуться на полную в нынешнем здании театра есть не всегда. Процесс подготовки декораций кукол и костюмов выходит далеко за пределы производственных цехов. Когда идет подготовка к спектаклю, задействован каждый уголочек театра. Может быть здесь в зрительском фойе растеряны какие-то элементы декораций. И художники бутафоры наносят рисунок или какое-то изображение прямо на полу. На каждом балконе, который предназначен для того, чтобы просто сотрудники перемещались из кабинета в кабинет. На каждом балконе ведется тоже работа по изготовлению декораций. Миниатюрные пространства бывшего кинотеатра «Мир», где уже более 30 лет располагается кукольный театр, давняя проблема. А с каждой новой постановкой пространства для кукол, да и самих актеров, становится все меньше. Поэтому долгое время обсуждалась возможность расширить нынешнее здание. Однако от такой идеи пришлось отказаться. Место само по себе хорошее. Здесь скрывать нечего. Пересечение главных улиц Байкальская, Первая Советская, доступность общественного транспорта. Мы хотели расширяться, но мемориальный комплекс, Иерусалимская гора, это же все было кладбище. Здесь есть этическая составляющая этой проблемы. И мы на ЗАГС-собрании собирались тогда со всеми религиозными конфессиями. Пришли к выводу, я считаю это правильно, не трогать там, не рыть землю в этом месте. Поэтому для культурного учреждения предложили построить новое здание. Для его размещения рассматривались четыре участка. На пересечении улиц Байкальской, Четвертой Советской, возле реки Ушаковки, на перекрестке улиц Халтурина и Некрасова и на Карломаркса. Наиболее предпочтительным вариантом для размещения нового здания театра стал участок на улице Карломаркса, так как на нем не потребуется расселение частного сектора. А значит и проблем с выкупом земли не возникнет. К тому же на этой территории хватит места не только на расположение здания, но и размещение парковки. Земля, на которой планируется построить здание и где ранее располагался закрытый ныне детский сад, принадлежит администрации Иркутска. Ее уже готовы передать театру. А вот теннисный корт по соседству действует до сих пор. Им владеет областной центр развития спортивной инфраструктуры. Тем не менее и по этому вопросу удалось найти компромисс. Мы провели встречи с субъектом, который занимается их обслуживанием, арендой. Договорились в принципе на компромиссный вариант. Город Иркутс готов предоставить альтернативный земельный участок неподалеку на острове Иконы для данных кортов. Поэтому сейчас все стороны согласны. Город Иркутс готов передать земельный участок, готов его объединить. Все заинтересованные стороны, которые могли бы послужить поводом для конфликта, все разногласия в этом плане улажены. По предварительным оценкам стоимость нового здания обойдется в 2,5 миллиарда рублей. Однако говорить о конкретной стоимости работ пока рано. Ведь на реализацию проекта уйдет не менее пяти лет. Но главное, что все подводные камни удалось обойти. И вскоре у театра появится не только новое здание, но и больше возможностей для новых спектаклей. Анастасия Свернова, Владимир Пинаев, Новости по будням.